Привет! Хочу тебя познакомить с тем или с той, кто самый важный человек в твоей жизни. Важнее этого человека нет никого в твоей жизни, потому что этот человек знает о тебе абсолютно всё. Абсолютно всё. Абсолютно все тайны. Знает абсолютно все твои слабости. Знает абсолютно все твои сильности. Знает абсолютно всё о тебе. Знает всё, что находится в самых потаённых глубинах твоей души. И этот человек — это ты. И важнее тебя у себя нету никого. Если ты фокусируешься, что для тебя самый важный человек или самые важные люди — это твои дети, или это твои родители, или это твой муж. или это твоя жена, то у тебя появляются, во-первых, ожидания. Во-вторых, у тебя появляется состояние, когда ты играешь роль мужа, отца, матери, дочери, сына и так далее. И ты вынужден соответствовать чужим ожиданиям. Но когда ты принимаешь себя таким, какой ты есть, безо всяких оценок, безо всякой критики, цельным, таким, какой ты есть, со всеми, со всеми, со всеми плюсами и плюсами, потому что минусов не бывает. Откуда берутся минусы или, как это говорят, отрицательные черты характера или отрицательные стороны личности? Это чья-то оценка, это чьё-то восприятие, это чьё-то мнение по поводу тебя. С точки зрения того, что мы для многих являемся психо-зеркалом, и поэтому очень многие люди делают перенос своих качеств на других людей. Они видят себя в других людях, и поэтому они свои качества критикуют в других людях. Так просто легче, так не чувствуешь боль вот этого внутреннего критика, когда тебе кажется, что у тебя есть отрицательное качество. И большинство, подавляющее большинство людей, они чем занимаются? Они критикуют самих себя в лице другого. Поэтому всё, что тебе рассказали о тебе, это люди на самом деле тебе рассказали о себе. Поэтому как только ты начинаешь принимать себя, таким, какой ты есть, ты начинаешь открывать в себе такие качества, свои качества, о которых ты даже не догадывался или не догадываешься. И кроме нас самих, ну и Всевышнего, на 100% мы так сильно больше никому не нужны. Потому что до конца нас понять может, могу только я до конца понять самого себя. Это, конечно, такая история относительная, но настолько глубоко, как мы понимаем себя, почему мы себя ведём в той или иной ситуации так или иначе, можем понять только мы сами. Для других людей это всё непонятно, а для них это может выглядеть странным, для них это может выглядеть опасным, всё что угодно, потому что у них в голове там свои проекции. И самый важный человек, который лучше всего понимает тебя, это ты. И как только ты начинаешь себя принимать таким, какой ты есть, безоценочно, просто принимать, вот я такой, какой я есть, такая, какая я есть, в этот момент начинают происходить те самые трансформации, их можно называть там чудесные трансформации или ещё как-то. Но мы начинаем в себе открывать что-то такое, о чём мы не подозревали. Почему? Потому что ты самый важный человек для самого себя.